В Карачаево-Черкесии завершился очный полуфинал профессионального конкурса «Флагманы образования президентской платформы «Россия – страна возможностей». Торжественная церемония прошла в Черкесске в центре одаренных детей «Спутник». Как проходил конкурс и кто будет представлять нашу республику в финале, выяснял Али Баташев. Цель конкурса – выявить лучших в сфере образования, которые могут интересно и увлекательно рассказать о своем предмете, поделиться своей педагогической практикой. Проект «Флагманы образования» реализуется в нашей стране пятый год. В этом году от Карачаева-Черкесии было подано 680 заявок. Одна из участниц конкурса – учитель математики средней школы номер один в Станице Зеленчугской Юлия Копалкина. Конкурс проходил в несколько этапов. Отборочный этап можно проходить дистанционно из дома. Главное здесь захотеть, просто начать это делать и найти в себе силы пройти это большое количество разнообразных тестов. Потому что были тесты не просто предметные, тесты были управленческие, психологические, на уровень стресса, на какие-то лидерские качества. В результате мы получили не просто возможность выйти в полуфинал, но и каждый из нас получил достаточно подробные рекомендации к дальнейшему профессиональному росту. Отборочный этап проходил дистанционно. Все остальные в режиме реального времени на протяжении двух дней, говорит участница. Писали эссе, прямо вот вчера, ручкой, вспомнили школьные годы. После этого мы отвечали на вопросы наших экспертов, решали практический кейс. И сегодня работа завершилась разработкой управленческого проекта и защитой его. Хочу сказать, что спецификой в этом году является то, что проверяется еще и уровень экспертности самих участников, потому что мы давали оценки и проектам друг у друга, и давали рецензии на выступления после кейсов друг к другу. Это действительно такое новое в структуре испытаний. В полуфинале встретились 30 лучших участников из Карачаева-Черкесии, прошедших дистанционное тестирование. Состязания проходили в различных форматах и были направлены на оценку профессиональных, личностных и лидерских качеств конкурсантов, а также навыков повышения эффективности работы в сфере образования. После одного из этапов, это собеседование с министром, где все шесть кандидатов отвечали на вопросы сферы образования, давали развернутые ответы, мы выявили трех победителей, которые будут направлены на финал в город Москву в ноябре месяце и будут достойно представлять Карачаево-Черкесскую республику. Победителями стали учитель физики средней школы Аула Козылкала Зухра Баташова, учитель истории и общества знания средней школы имени Кумукова Аул и Конхалк Зухра Казакова, учитель математики средней школы номер один станицы Зеленчукской Юлия Копалкина. Им вручили дипломы и денежные премии. В ноябре тройка лидеров представит нашу республику в финале проекта, который пройдет в очном формате в городе Солнечногорске. Али Баташев, Мадина Каракетова, Миха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия.